МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день всем! Очень интересная реакция детей на то, что происходит, когда мы проводим свои музыкальные занятия. То есть это такой комплекс, который позволяет ребенку жить в настоящем мире 5D, где участвуют все его чувства и все его эмоции. Это мелкая моторика, это дикция, это интеграция тактильная, потому что мы играем, мы говорим, мы занимаемся дикцией, мы поем. Мы поем и играем одновременно. А у нас сегодня открытие, потому что наш молодой ученик, он научился за сегодняшние занятия играть двумя руками в определенном ритме. При этом он умеет переключать тембры от симфонического оркестра до рояля. И вот когда это все происходит в течение одного урока, одного часа, я это буду осмысливать, наверное, еще долго. Значит, дети, когда они вдруг понимают, что они участвуют в процессе, они начинают находить какие-то совершенно для себя новые. И сегодня, вы же слышали, она включает, там она делает это. А у меня с ними мгновенная реакция, потому что я же импровизатор, я занимался джазом всю свою жизнь и современной музыкой. То есть у меня идет мгновенная... То есть я это включаю в процесс. И я действительно избегаю мелодии, потому что мелодия как раз она очень... То есть мелос — это ближе к молитве, скажем. А музыка в данном случае, она, знаете, как какой-то код вселенной, который может вдруг открыть какой-то новый канал с реальности. То есть музыка в данном случае — это то, когда ты нажимаешь на клавишу, и этот звук издается. Музыка — это когда ты ударяешь по барабану, и вдруг возникает звук. Музыка — это когда ты его поешь или говоришь, и понимаешь, что ты его одновременно можешь нажать, клавишу этого звука, и оно все звучит в целостности. То есть музыка — это такая территория, где сливается все — слух, внимание, речь, твое тело, телесные переживания. Иногда это даже запахи и цвета. Мы как бы там, ну в смысле вот слышим песню, или слышим Баха играют, или еще что-то. И, а, ну понятно, значит, концерт. А концерт — это потребительское понятие. Это как бы оно не объединяет, а разъединяет. Оно ставит вот эту пятую стену между зрителями, между тем, кто дает музыку, и тем, кто ее слушает. А когда включается это все в процесс, как это было у древних и недавних совсем, у Джона Кейджа, например, любой звук включался во временной процесс. Мы не разделяли время на такты, на тактовые черты, на некий, на ритм. А мы делали звуковые события, превращали их в временные события. Когда я пою, у меня такой дирижерский стиль, я руками, у меня пластика, я что-то показываю рукой, эту фразу. И детям, у которых плохая моторика, им хочется повторить этот жест, и они его могут повторить. Как это происходит, я эту загадку не могу разгадать, но я понимаю, что это что-то, что включает какие-то новые возможности. Редактор субтитров А.Семкин